Всем привет, друзья! С вами Корвид, и мы продолжаем играть в Satisfactory. Пропустить, по-моему, это никак нельзя. Итак, я решил, ребят, начать заново. Я решил выбрать новую локацию. Локация называется Северный Лес. Я посмотрел на ютубе, много ребят начинают на одной и той же локации, и мало кто смотрел другие локации. Поэтому я решил, что, коль уж я буду смотреть контент, обозревать его в этой игре, то давайте, ну, как-то сделаем это поинтереснее, да, выберем другую локацию и попробуем повыживать там. Локация называется Северный Лес. Значит, там много биомассы и много, я так понимаю, ресурсов. Скорее всего, сложность там будет именно в строительстве, потому что местность, ну, опять же, насколько я понял из описания, горная. Так что, ну, посмотрим, как все это будет происходить. У нас вышло несколько обновлений после того, как я сделал первый взгляд. У нас завезли русский язык, это раз, это вообще, это самое главное, это просто топчик. И пофиксили очень много багов, всяких мелких, которые были неприятные. Плюс я до этого поиграл немножко вне записи, где-то полчасика. Помните, я не мог понять, как отцепить провод. Я его, наконец-таки, отцепил, я разобрался, как это сделать. Оказывается, все было банально и просто. Вот, сегодня будем сразу же приступать именно к строительству, то есть я не буду бегать, любоваться простоями, любоваться графикой этой игры. Сразу же начнем строить базу, выберем какое-нибудь более-менее подходящее место, начнем собирать кучу биомассы, всего вот этого. И будем делать свою гигантскую фабрику по производству, не знаю, всего, всего. Будем смотреть, что здесь есть и это все дело производить. Сейчас, ребят, в последнее время выходит очень мало видосов. Это связано с тем, что у меня по работе очень большая загруженность, но очень скоро это все закончится и видосы будут опять выходить каждый день. Так, погнали. Давай, открывай. Северный лес называется, локация, ребят. Воу, красиво. Ну, я же обещал, что я не буду любоваться локациями. Наклеечку обратно прицепил. Вот эти вот даже все мелочи, да, то, что он посмотрел на свой вот этот, на свою вот эту штуку, это тоже все классно. Это все эту игру только украшает. Пропускаем обучение, это мы все уже видели, нажимаем на F и ломаем нашу капсулу. Опа, дратайте. Так, дальше чем? Опять пропускаем. Дальше теперь нужен поставить ксенотизер, ксеношокер. О, ксеношокер ставим. Дальше что у нас? Дальше мы сканируем. Опа, там какой-то гейзер, смотри. 300 в ту сторону, да? А, подожди. Не, вот в ту сторону пойдем. 376 метров. О, кстати, я не видел воду в этой игре. Давай посмотрим на воду, как она здесь отражается. Блин, здесь, мне кажется, еще столько контента. Игра только вот вышла буквально в ранний доступ, когда, 19-го, да, по-моему, она вышла. И, ну, как бы уже очень много фиксов, багов и всего такого. И уже очень много контента, очень много на что есть посмотреть. Мне кажется, эта игра станет, ну, наверное, прям таким серьезным конкурентом сабнаутики. Так. Ну, водичка красивая, классно сделана. То есть, вообще ничего не могу сказать плохого. Просто обычно красиво сделано. Ой-ой-ой, блики. Ой-ой-ой, как это все красиво сделано. Ептить-моптить. Ладно. Где? Куда все делось? Куда потерялись мои камушки? Где-то в той стороне, да, по-моему? Да, вон они, 302 метра. Ну, вот в ту сторону мы пойдем, и там, наверное, и будем тогда строить нашу базу. Первую. Первую или единственную. Расходуемый материал. Ой, тут, по-моему, что-то с гравитацией, или мне кажется? Ты кто такой? Кто это? Птичка! 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 Минус птичка. Странный камень. Очень странная текстура камня. Похожа на лед. Как будто кусок льда какой-то. Так. Я опять потерял... А, вот оно, да, по-моему, это место? Нет, это у нас здесь будет медь. Хорошо, что медь, кстати, тоже находится рядом. Потом мы сюда тоже обязательно вернемся. Но мне вот туда надо. Вон, 130 метров, да? Да, вот туда мне надо. Вон там бегает собакин. Тут тоже, смотри, какая-то залежи чего-то есть. Так, ну где-то здесь должно быть. Вот, вижу. Смотри, ну здесь, в принципе, неплохо. Ну вот здесь вот есть залежи чего-то, да? Вот здесь тоже есть залежи чего-то. Что это вообще такое? Что у нас здесь? Залежи непонятно чего. Железная руда здесь у нас. Вот. Вон там залежи, вон там залежи. А здесь, в принципе, большая такая открытая местность, где можно, ну, собственно говоря... А, вон еще, смотри, тоже залежи. Елки-палки. Да тут прям богатая-богатая такая местность. Вот. Здесь мы и будем тогда строить с вами базу, раз уж тут такая открытая местность у нас. Да, а бег этих монстров так и не пофиксили. Куда он убежал? Ну ладно. Так, возвращаемся обратно. Где-нибудь вот здесь, я думаю, что стоит отстраивать базу на вот этой вот локации. Мне кажется, будет классно. Так, листья, листья, листья. Что мы делаем дальше? МЧЦ, чтобы просканировать мне остальное, hold resourceful deposit. Железная руда понадобится для производства. А, мне нужна железная руда. Немножко железной руды бы не помешала. Вот так вот. Классно, что здесь нету кирки или молотка, да, как во всех других, не знаю, в 99 процентах других игр. Нет, здесь у нас долото. Офигенно, это круто сделано. Так, на кьюшечку мы нажимаем, строим хаб. Где-нибудь вот здесь я, наверное, его поставлю. А как его можно вертеть? Повернуть голограмму. Ага, вот все. Вот, ну короче, как-то вот так нам нужно его, мне кажется, построить где-нибудь вот здесь. Как-то он, мне кажется, будет строиться слишком в воздухе. Нет? Или все-таки он будет на земле? Ну, вроде как на земле. Ладно. Ручной производственный станок. Так, железный слиток. Идем сюда. Мне нужно сразу сделать улучшение, да, по-моему, насколько я помню. Улучшение хаба. Вот, пожалуйста. Мне нужно 10 вот такой вот фигни. Нужно посмотреть, как она... А, железный пруд. Пффф. Все легко и просто, оказывается, было. Это всего лишь железный пруд, мать его. Ладно. Создаем железные слитки. В принципе, я думаю, что столько хватит. Теперь делаем железный пруд. 10 штук, да, надо? Возвращаемся обратно. Вот так перетягиваем. Так. Первый апгрейд готов. Убрать все, забрать все. Че дальше? Че дальше? Че дальше, скажите мне? Опа. Тут уже, смотри, не переведено. Hold the select one to scan for... Здесь, по-моему, мне уже нужна медь. Здесь, по-моему, медь мне уже нужна. Но она есть вон там, я ее видел. А, давай знаешь, что сделаем? Я сделаю, наверное, автоматический добытчик. Сейчас где-нибудь воткну здесь. Я не помню, где он тут делается у нас. Улучшение хаба. А, стоп. Ну, мне, типа, нужны новые базы. Мне, типа, новые базы нужны. Вот эти вот. Мастерская, производственный станок. Вот это вот все, короче, мне надо сейчас построить. Так, это у меня производственный станок. Его мне делать не надо больше. Мне надо сделать другое. Мне надо сделать мастерскую. Ты че пришел? Я думаю, кто тут... Кто тут шуршит? А, застрял? Получи, маленький. Забираем его хитин. И сейчас станки этого существа может понять, как защищаться от них. Рекомендую провести анализ. А как? Подожди, а как мне провести анализ? Остатка это, видимо, вот этот хитин, да? А как мне провести у него анализ? Активная цель. Ожидаются ресурсы. Всего деталей получено. Как мне провести анализ? Скажите, пожалуйста. Возможно, для этого нужно будет построить какую-то отдельную базу. Ладненько. Мне нужно сейчас, смотри, 6 вот таких вот железных пластин и 6 металлических прутьев. 6 пластин и 6 прутьев. Так. 6 прутьев делаем. Далее переходим в строительство. Мастерская создания. Делаем ее где-нибудь. Ну, где-нибудь здесь пускай будет. Опа. И готово. Идем сюда. Не хватает средств. Неправильное... Ча? Направление цели. А, все. Понял. Так. Портативный бурильщик и ксеношокер. Вот мне портативный бурильщик, но мне, блин, для него нужна все-таки медь. Поэтому давай мы тогда отправимся с тобой за медью. Медь была вот в том районе. Я ее видел. Она от меня не скроется. Где-то вон там она была. По-моему, вон там. Сейчас посмотрим. Все, посмотрим. Да, вот она. Но тут где-то бегал этот змей. Где он? Змей, где ты? А вот он. А что он как-то не особо на меня, слушай, реагирует? А как его зовут вообще? Непонятно. Воу! Не особо он на меня реагирует. Нифига себе. Пацан. Стопорни. Стопорни немножко. Опа. Хорошо. А, инопланетный панцирь. Видишь? То есть, я никак не могу знать, как этого монстра даже зовут. Но я могу сделать какой-то анализ. Который пока что я не знаю, как сделать. Такая вот автология. Соберем еще, наверное, немножко медной руды. Пускай будет чуть побольше. Хорошо, что есть такие сверху, ну как это, типа, наростов, да? Откуда можно сразу собрать быстренько большое количество руды. А потом уже вот так вот стоять, долбить, как дебил. Так, пойдем на нашу базу. Интересно, что я смогу сделать с водой? У меня здесь есть целое большое озерцо, красивое. Смогу ли я, интересно, с ним что-нибудь замутить? Показалось, знаешь, как будто тучи какие-то. Типа, дождь сейчас будет. Но что-то как-то нет, походу. Походу, показалось. Так, значит, значит, медь у меня есть. Мы заходим, нет, не сюда. Мы заходим вот сюда и делаем медные слитки. Вообще, насколько я понял, медную, ну, не медную, вообще, любую руду ее нужно сразу переделывать в слитки. Потому что обычная руда, она здесь, по сути, не нужна. То есть она нужна лишь для того, чтобы переделать потом ее в медные, ну, блин, не в медные, в какие-нибудь любые слитки. Железные, медные, я не знаю, какие там еще будут у нас слитки. В общем, руду нужно всегда полностью, мне кажется, перерабатывать в слитки. А потом уже из этих слитков делать то, что тебе будет именно необходимое на данный момент. Ну, мне кажется, что это так. Я особо далеко еще в этой игре не прошел, поэтому утверждать что-то не могу. Делаем теперь проволоку. Ее, на самом деле, надо тоже много. Ну, то есть, прям очень много. Вот, и кабель тоже нужно будет сделать обязательно. Все это нужно будет обязательно сделать. Все это мне пригодится в огромных количествах. Ну, вот так, допустим, оставим. Теперь, теперь, что мы делаем теперь? Теперь мы делаем вот эту штукенцию. Ай, мне слитки. Ой, точнее, пластины нужны. Пластины, пластины, железные пластины. Сейчас тогда пойдем поставим добывальщик этот автоматический. А, я могу два сделать, кстати. Раз, два. Вот, смотри. Сейчас мы пойдем тогда с тобой поставим на железо вот здесь. А может, кстати, двоих давай сразу здесь поставим. Или не. Давай все-таки я поставлю одного здесь. Что-то я уже не помню, как его поставить-то. Экипировать. А, вот, все. Значит, тащим его сюда. Ставим. Он раскладывается. Как трансформер. И сейчас начнет бурить. А мы давай пока сбегаем. Тут у нас что? Железная руда, да? А здесь у нас что? По-моему, тоже была железная руда. Единственное мне... Да, это у нас тоже железная руда. Но что вот это за камень? Непонятно. Какой-то камень. Здоровенный кусок камня. Пойдем лучше поставим, наверное, на медную руду тоже эту штуку. Пускай стоит. Это у нас что, кстати? Известняк. Вот это уже что-то новенькое. Вот это я не видел. А еще я в этой игре не плавал. А я могу как-то нырять. А нырять я, наверное, не могу. Ну, ладно. Так, идем вот сюда. Растения вот эти всех тоже надо собирать. Они нам пригодятся для того, чтобы... Питать всю нашу базу. Ротативный бурильщик. Ставим его здесь. Все. Они у нас будут потихоньку работать, а мы будем... Там, по-моему, кто-то прошел. Вот здесь вот. А, ну это, наверное, вот эти ходят, да? Опа, это кто такой? Ты кто такой маленький? Иди сюда. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я... Я такого не видел. Смотри, он не агрессивный. Маленький. Прикольный. Похож на пса. На этого, как его? Спаньеля похож. Ладно, пускай бегает. Так. Мы пока продолжим. Значит, Билл Шмилтер... Так, 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 так. Нам нужна кузница, да? Нам нужна кузница. Давай смотреть. Плавильня я имею в виду. Плавильня. Так. Мне нужны пруты. Железные прутя мне нужны. Вот эти вот. Железный прут. Мне для этого нужна железная руда. Пойдем тогда пособираем ее. Ты работаешь? Нет? А что он встал? А, он уже собрал 100 штук. Ни хрена себе, а что так быстро-то? В прошлый раз он, по-моему, собирал гораздо медленнее все это дело. Сейчас прям очень быстро. Буквально я его здесь только поставил. Он боится, видишь? Он типа подходит, но потом такой... Не-не-не-не-не. Я не хочу. Я боюсь. Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Это моя планета. Так. Железные прутья. Нужна плавильня. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем плавильню. Так, плавильня нам нужна для того, чтобы переделывать руду в слитки. Надо будет это запомнить. Давай где-нибудь здесь мы ее, наверное, поставим. Как-нибудь... Как-нибудь... Нет, я, пожалуй, ее, наверное, разверну. Поставлю вот так. Вот здесь. Там она будет заходить, если что. Если будут тут такие штуки... Вот так вот мы ее поставили... Ох, нифига, что это полетело такое? Куски просто полетели во все стороны. Так. Мне надо теперь все это дело запитать. Правильно? Правильно. То есть мы, получается, кидаем отсюда. Так. Мне чего-то не хватает. Какого-то... Какого-то ресурса мне не хватает. Мне не хватает... А у меня нету такого сейчас пока ресурса. Смелтирую так. Use biomass, banners, supply, power, your building. Вот сюда мы, короче, засовываем биомассу. No connection. No connection. Так, подожди. А как мне тебя за connection? А, ну все. Вот так вот. Все. То есть не через... Не через столб, а сразу по проводу. Получается. Вот. И сюда мы, получается, с тобой скидываем... Я могу здесь либо делать медные слитки, либо делать железные слитки. Так. Заходим. Собираем. Идем сюда. Скидываем. Подожди. Скидываем. Может я перепутал входное и выходное отверстие? Да вроде нет. А, вот. Все. Нормуль. Вот так, получается, скидываем. И оно пошло-поехало. Все. Автоматом там все работает. И, по идее, оно должно вылазить вот здесь, да? На конвейер, который бы, наверное, ввез... Эти готовые слитки куда-нибудь на склад. Но так как у меня конвейера сейчас нету, они просто остаются здесь. То есть мне их потом отсюда тупо нужно забирать. Так. Biomass Abruity Supply. Halt C. Resource Scan. Наверное, все-таки мне нужно сделать все по миссиям, да? То есть сделать вот так вот. Посреди у нас находится медь. Медь находится вон там. Build Equipment Shop and Craft Portable Miner. Это я сделал. Equip Portable Miner Place. Это я сделал. Build Smilter. Это я сделал. Ну, я типа выполнил вообще-то миссию. Алло. Алло, гараж. Я миссию выполнил. Так. Давай мы, наверное, улучшим хаб тогда. Мне нужны вот эти листья. О, листья. Господи. Листья. Эм... Завершите... А, ну да. Все правильно. Завершите улучшение хаба. То есть я миссии выполнил, но хаб еще пока не улучшил. Поэтому давай мы его сейчас улучшим. Мне нужны железные пластины в большом количестве. Железные слитки делаем. И потом делаем железные пластины. Так вот. Десять штук, да? Оп. Десять штук. Заходим сюда. Улучшение хаба. Второй левел. Добавляем ресурс. А могу я на правую кнопку их сразу добавлять? Нет? Оу. Куда они деваются? Так. На правую кнопку их получается рассортировываю. Нынешняя цель. Улучшение хаба. Хм. Окей. Так. А если два раза нажать? Подожди. А, вот. Можно. То есть можно два раза вот так вот тыкать и все. И будет норм. Так. Улучшение хаба второго левела. Домик. А вот здесь вот, кстати, когда я играл в первый раз, здесь была еще одна вот такая штука, только она была сломанная. Сейчас, сейчас ее здесь нету. То есть ее, видимо, разработчики решили удалить. Настройте конструкторы для... О, здесь уже все по-русски, смотри. Настройте конструкторы для автоматизации производства простых деталей. Установить электростолбы, чтобы расширить свою энергосеть. Расширять производство, чтобы быстрее развиваться. Улучшение хаба третьего левела мне сейчас будет необходимо. Дима, Дима, необходимо. Так. Улучшение хаба третьего левела. Ну, тут, в принципе, такое себе, да? Но я смогу строить какие-то... А, вот она, транспортная лента. Вот что мне интересно очень сильно прям посмотреть. Это вот на вот эту транспортную ленту. Прям максимально я хочу ее заценить. Заберем. А как можно сделать, чтобы здесь было больше? Может быть, поставить просто сразу несколько бурильщиков, да? Или типа того. Будет норм. А здесь тоже может быть только максимально сотка. А, ну, не знаю. Не особо так приятно, конечно. Такое себе количество. Такое себе. Так. Сройте конструктор для автоматизации. Производство простых деталей. Конструкторы давай строить. Вот, пожалуйста, конструктор. Подача деталей. Ленты. Все, я понял. Так, хорошо. Значит, это у нас входит-выходит. То есть мы... Ну, по идее, я должен ее построить здесь. Но здесь я ее построить не могу. Поэтому я ее буду строить где-нибудь. А, подожди. Мне, видимо, не хватает ресурсов. Тупо. Тупо для этого дела не хватает ресурсов. Так, мне нужно вот это укрепленная железная пластина. Мать ее. А, винты. Винты. Давай сделаем винты. Так. Железный слиток. Будем потихоньку тогда все это делать. Биомасса листья. Биомасса листья. Откуда она у меня взялась? Я же вроде бы все скинул. А, стоп. Это крафт какой-то. Это как... А, это, видимо, какие-то, знаешь, блоки такие. Которые, скорее всего, будут дольше сгорать. То есть будет больше энергии. Ну, окей. Хорошо. Так, железные прутья мне нужны. Железные прутья. Блин, а мне нужны, по сути, сейчас ресурсы все, наверное. Винты делаем. Железный, так. Железная пластина мне нужна. Давай тогда мы сейчас железные слитки с тобой переделаем. Вообще сейчас вот у нас получается ранний доступ, да. Игра в версии 0.1. То есть это, ну, очень прям сырой такой проект. Который еще будет меняться 100-500 тысяч миллионов раз. Ну вот. Но контента здесь уже довольно много. И хочется посмотреть на него на весь. То есть весь контент, который здесь сейчас есть. Мне хочется его весь заценить. Будет ли это на записи? Будет ли это вне записи? Я хз. Все зависит, ребята, от вас. Если вы будете поддерживать, ставить лайки, то мы обязательно будем с вами проходить ее. Так. Сюда. Пока я путаюсь, видишь? Пока я путаюсь, не могу... Не могу сосредоточиться на целях. Конструктор. Строим. Здесь его, в принципе, построить могу. Вот здесь вот. Я думаю, что здесь я его и построю. Вот так вот. Конструктор complete. Так. Дальше. Дальше. Конструктор у нас есть. Значит. В конструктор мы отправляем что-то тоже, да? То есть мы отправляем вот. Все, как я и говорил. То есть здесь у нас получаются железные слитки, да? Здесь мы их отправляем потом дальше. Делаем из них уже что-то другое. Ну, допустим, железные пластины, да? То есть мы вот так вот отправляем. У нас будут железные пластины. Но для того, чтобы у нас были железные пластины, эту хрень нам нужно тоже запитать. Поэтому нам нужен столб, во-первых, да? Чтобы сделать столб, нам нужен какой-то ресурс, который... Ну, укрепленная вот эта железная пластина нам нужна. Давай мы ее сейчас запилим. Одна, да, по-моему, она там будет нам необходима. Так, стоп, подожди. Не хватает... А, цемент и железный прут мне не хватает. Цемента и железного прута. Вот цемент. Известняк мне нужен. Известняк был. Известняк я видел. Вон там вот был у нас. Его было много. Давай мы за ним сходим. И железный прут. Ну, сейчас мы все это сделаем. Блин, подожди, а у меня нету? Есть. Фонарик. Во. Фонарикс. Подожди, вот это, да, по-моему, был известняк? Да, вот он, известняк. Добудем давай его. Блин, как же здесь все-таки красиво. Игра света тени вот этого всего. Очень все классно сделано. Так, 46. Ну, я думаю, мне хватит на первое время. 46 известняка. Давай, двигайся. Так. Идем, 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 прыгаем. Идем, 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 идем. Семент. А, больше как-то, я так понимаю, известняк ни на что нам не тратится, да? То есть, тратится только на цемент. Окей. Так, и железный прут, да, мне будет нужен. Давай мы тогда железные слитки, которые у меня здесь есть, все переделаем, наверное, в железные пруте. Вот как-то так. Теперь посмотрим, могу ли я построить столб. Да, теперь я столб построить могу. Столб я построю где-нибудь вот здесь, наверное. Вот так вот. Теперь нужно от него кинуть провод. А, смотри. Я не мог понять, как убрать вот этот кабель. Оказывается, его убрать проще всего. Нужно просто перейти на, ну, получается, вот эту вот вкладку, да, на вкладку разрушения. И просто навести на этот провод. Все. Нажимаем, вот так ломается провод у нас. И мы кидаем его заново. То есть, мы переходим обратно в режим строительства. И кидаем, получается, провод. Тихо. Кидаем провод отсюда. Питаем вот сюда. Отсюда питаем вот сюда. И отсюда питаем вот сюда. Все. Изи. Изи. Вообще. Все у нас начинает работать. Опа. Смотри, там как-то все красиво так. Какие-то болтики, шурупчики. Прикольно, прикольно. Так. Теперь давай смотреть дальше. Что у нас дальше? По сути, мы на вот этом месте с вами в прошлый раз остановились. То есть, я бегал, думал, как же, блин, запитать, чтобы вот эта штука у нас заработала. И сегодня мы ее с вами все-таки включили. Дальше. Конструктор. Так. Что у нас тут еще есть? Все. Остальные постройки у меня все есть. Давай смотреть дальше. Мне теперь нужно улучшить хаб до третьего левела. Что мне нужно? Цемент. Мне нужно всего лишь 75 железных пластин. А. Ну, я в принципе поставил здесь. То есть, здесь у нас сейчас штампуются в огромном количестве пластины. А мы пока сбегаем вот сюда. Заберем здесь нужные нам ресурсы. И я сбегаю, наверное, вот туда еще заберу медь. Потому что там ее тоже уже наверняка около сотки. Я думаю, уже было бы даже больше. Опа. Какой-то мухомор нашел. Расходуем при этом нецелительными свойствами. Сканер объектов. Длиннейший анализ. Какой-то, короче, сканер объекта у нас есть. Я хрен его знаю. Что за сканер объекта. Как тут что-то анализировать. И как это вообще все устроено. Пока мне не особо как-то понятно. Но было бы прикольно. Если бы действительно здесь была бы какая-нибудь штука. Типа ходить там. Сканировать мир. Как это было в No Man's Sky. Это было бы классно. Так, мне сейчас, смотри. Мне сейчас, получается, надо сделать огромное количество железных пластин. Вот этих вот. Железные слитки у меня есть. Мы сейчас их потратим на железные пластины. Ай, блин, у меня места нету. Подожди. Давай мы скинем сюда что-нибудь. Давай мы сейчас, знаешь, как сделаем. Мы с тобой сбегаем вот сюда сначала. Растения скинем вот здесь. Далее мы вернемся обратно. Скинем сюда. Что мне не пригодится? Ну, вот эти цветы. Это что такое вообще? Палеоягода. Зачем мне палеоягода нужна? Хитин вот этот тоже скинем. Вот этот гриб тоже, я думаю, можно скинуть. Это что такое? Цветочные лепестки. Господи. Так, известняк. Ну, все. Вот так вот, я думаю, оставлю. Будет норм. Теперь мы переходим сюда, делаем железные слитки. Железных пластин намного, да? Там что-то порядка 70, по-моему, было. Ну, это довольно много, довольно много. Так, 20 у меня есть. Сколько здесь? 42. Отлично. Так, давай мы еще сейчас с тобой сходим вот сюда, сбегаем. Заберем. Что, уже, уже, уже опять сотка. Да ладно, как ты быстро, блин, работаешь, чувак. Я за тобой буквально не успеваю. Так, сюда мы скидываем железную руду. Сюда мы скидываем... Ничего. Подожди, стоп. 90, вот. Сюда мы скидываем. 90. Забираем сколько там? 8 штук. 70. 70 пластин у меня. Сколько там было нужно для апгрейда? 75. Аааа. 75 надо. Чуть еще осталось. Сейчас сделаем. Сейчас запилим третий левел хаба. Посмотрим, что это такое. Третий левел я еще пока не видел. Так. Выбрать цель. Значит, цемент. Ценемент. Так, вот это и вот это. Улучшение. Так. Добавился свет. Я вижу вот это, да? Что у нас здесь еще добавилось? Ну, он так больше внешне стал. Поздравляем. Развел новое знание чертежи, которые нужны, действительно. Опа. Второй этаж какой-то, смотри, у нас. И у меня теперь более-менее живая комната. То есть тут, смотри, даже поспать будет можно. Ооо. А при планировании установки строения, обратите внимание на расположение транспортных лент. То у меня вообще пока нет транспортных лент. А-ха-ха. Пасьянца тут раскладывает. Ай, жесть. Вот, тут кто-то чатик смотрит на Твиче. Нормально. Нормально. Олени. Фотография оленя. Ну, это, видимо, какая-то стримерская, да? Опа. Нормально. Толчок. Толчок. Что у нас здесь? Так. Тут у нас все по-старому. Давай посмотрим, что у нас наверху. Во, как классно. Теперь у меня есть второй этаж. Я могу здесь сделать какой-то наблюдательный пост, да? То есть я теперь тут могу наблюдать за всем окружающим миром. Ладненько, ребят. Сегодня будем заканчивать. В целом мы остановились практически на том же месте, на котором остановились в прошлый раз, да? Только плюс еще третий уровень хаба. Вот. На следующем... На следующем видосе будем продолжать. Будем что-то смотреть. Будем делать, наверное, ленты вот эти вот автоматические. Теперь они у меня доступны. Как это все будет происходить, мы посмотрим уже на новом видосе. Так что не забывай подписаться, поставить лайк. Напиши в комментариях скотч продолжения. Я бы с удовольствием поснимал для тебя огромное количество видосов по этой игре. Потому что, ну, мне такие игры очень сильно нравятся. Все. С тобой был Корвид. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok